Доброго дня, всем добрым людям, мы на YouTube-канале Марка Солонина, на календаре 27 октября, скажем, поздний вечер 27 октября, будний день, за окном у меня в Киеве буднично гудят, далеко, далеко отдаленно гудят сирены, а самое время вспомнить трагическое событие, которое произошло ровно 20 лет назад. Этот юбилей, как я могу, печальный, конечно, юбилей, как я могу заметить, в общем-то, никто не заметил и не вспомнил, я бы тоже его и не заметил и не вспомнил, как ни странно, в Пригоржинском паблике обнаружил упоминание о нем, понятные причины, они сейчас скадрированы в контурах. Так вот, 20 лет назад, 26 октября 2002 года погибли люди в Москве, погибли заложники, 125 человек, в том числе 10 несовершеннолетних детей, еще до этого 5 человек погибло, поэтому всего считается официально погибших 130, хотя, по мнению журналистов и общественной организации родственников, погибших тогда на Дубровке, жертв может быть больше порядка 170 человек. Да, в масштабе сегодняшнего дня, когда каждую неделю мы считаем убитых время этого этапа агрессии России против Украины тысячами, все это теряется в масштабе, но я думаю, что имеет смысл вспомнить, как оно начиналось, как мы все, мы все к этому пришли. Значит, короткая фабула событий, я думаю, что многие в Украине это и не знают, да, молодежь, наверное, и в России не очень-то об этом помнят. Шла война, Вторая Чеченская война, которую российские войска вели чудовищной жестокостью, истребляя тысячами, десятками тысяч мирное население, это вызывало ответную реакцию, столь же безумную и жестокую. В частности, 23 октября вечером большая группа чеченских боевиков на нескольких микроавтобусах, они замечательно проехали от Чечни до Москвы, ну, естественно, по дороге заплатив всем гаишникам, а в 9 вечера они захватили здание, ну, как-то ДК, еще по-советскому назывался, театральный центр на Дубровке, как это обычно называют сейчас во всех, ну, материалы связаны с этой трагедией, а там шел спектакль «Норд-Ост», и в результате зрители, большой, там большой киноконцертный зал, 800 человек зрителей примерно, плюс артисты, работники сцены, в общем, более 900 человек оказалось в заложниках у этих террористов. Их было неизвестно сколько, убитых насчитали 40. Опять же, есть много всякой конспирологии про то, что часть из них ушла, а часть из них до и после, удивительным образом, сотрудничала с ФСБ, но это отдельная тема, мы сейчас не о ней. А, значит, заложников захватили вечером 23-го, после этого два дня шли контакты и переговоры, это было очень давно, это было страшно давно, это было 20 лет назад, а тогда еще в России были политические и общественные деятели разных направлений, но они еще были. Сейчас в этот роду поверить, сейчас все одинаковые в России, хорошие, тогда были разные. И прямо туда, туда, в этот самый захваченный центральный центр для переговоров с захватчиками, в частности, я не уверен, что я перечислю всех, Асланбек Аслаханов, Йосиф Кобзон, Анна Политковская, Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, Леонид Рашаль, это руководитель медицинского детского центра, Евгений Примаков, да, Евгений Примаков, Руслан Аушев, возможно, были еще несколько человек, им удалось вывести из этого захваченного террористами здания несколько десятков людей, это в основном женщин с малолетними детьми, удалось уговорить террористов отпустить, ну, в частности, например, была такая семья, жена была беременна третьим ребенком, а муж, отец отвез двух девочек, 14-12 лет, на спектакль, 12-летнюю девочку согласились отпустить, 14-летняя ее сестра осталась и там погибла. Вот так это дело продолжалось 24-25-го, ну, разумеется, власти начали врать с самого начала, был такой Ястрожевский, возможно, многие помнят, очень интеллигентный вид, очень представительный мужчина, пресс-секретарь Путина тогдашний, который с самого начала стал говорить, что террористы хотят денег, а потом, что они хотят и требуют полного вывода российских войск из Чечни, при том, что в материалах уголовного дела есть показания, не воспоминания, не интервью, показания Григория Явлинского, который 50 минут разговаривал с руководителем террористов, они говорили о трех вещах, прекращение артиллерийских обстрелов и бомбардировок авиационных жилых районов, и начало переговоров, разумеется, ни то, ни другое Путина никак не могло устроить, утром, утром на рассвет, ну, дальше еще до рассвета, это уже октябрь месяц, а начался штурм, в результате штурма были убиты все, все, без исключения террористы, по крайней мере, те, кого обозначили террористами, то живых не было официально, и никого не судили, никакого следствия не было в результате. Вот, в результате, это блестящая, не имеющая аналогов операция, была проведена с использованием газа, то есть через вентиляционную систему этого театрального центра, в зрительный зал было, значит, вдуто некое вещество, усыпляющий газ, в результате чего террористы, которые заминировали, то есть они туда занесли некоторое количество крупного размера взрывных устройств на базе, артиллерийских крупных боеприпасов, кроме того, там было большое количество женщин, шахидок в поясе взрывающих, взрывающих актов в поясе шахида, вот, чтобы они не смогли это дело провести в действие, был туда запущен усыпляющий газ, ну вот, в силу несчастных обстоятельств от этого газа пострадали и мирные люди, заложники, 125 человек, их умерло. По этому поводу были высказаны, ну, я всегда знал, что эксперты – это мерзейшие СМИ, но я не знал, только сегодня в этом, кто убедился, что они еще тогда были мерзейшими, эксперт написал, что вот западные всякие вот эти вот журналисты, которые вот все докапываются, а что ж туда запустили? Это они для того докапываются, что у них-то нету, у них аналогов-то нету, нет у них такого замечательного средства, чтобы усыпить всех террористов. Вот они у нас, что секрет, хотят этот выгодить. Вот и израильские вот хваленные вот эти самые спецслужбы никогда такого сделать не смогли, и американцы никогда такого не использовали, чтобы усыпить террористов, а у нас такое есть. А с другой стороны, тогда еще существующая прогрессивная общественность, тогда еще существующая политическая оппозиция, пыталась задать властям вопрос, вообще, почему не было подготовлено медицинская служба, почему не было необходимое количество врачей, скорой помощи, там, центра реанимации прямо на месте, самое главное, почему не был подготовлен, завезен в нужном количестве антидот, то есть противоядие от того, что они туда запустили. И, в общем, так это все дело испустили на тормозах, естественно. И так и осталось это дело некой официально неразгаданной загадкой. И загадка вся эта, на мой взгляд, как мне казалось, вращается вокруг того, а можно ли было избежать подобных последствий, и вообще, насколько, отвлекаясь от всех гуманитарных составляющих, насколько рационально подобное действие. Вот, можно ли лишить террористов возможности привести в действие, нажать кнопочку взрывного устройства, распылением какого-то усыпляющего агента в гигантском помещении. В гигантском помещении. Еще повторяю, киноконцертный зал, там было три яруса на 800 мест. Ну, как вы прекрасно помните, каждый, что, но вентиляция, да, вентиляция, конечно, есть в любом театральном зале, но оттуда же не дует ураганный ветер. В лучшем случае чуть-чуть чувствуется какое-то дуновение ветерка, если ты находишься рядом с этими вентиляционными отверстиями. Есть снипы, нормы обмена воздуха в помещении, то есть в любом случае десятки минут, десятки минут должны были уйти на то, чтобы вот этим очень слабым дуновением ветра, который идет из вентиляционной системы, заполнить огромный зал. И как ты его не заполнять, никогда не получишь равномерную концентрацию. Опять же, все люди разные, их реакция на всякие такие химикаты разная. Ну, на основе опыта общения с наиболее распространенным наркотиком, этиловым спиртом, все взрослые люди знают, что для достижения одного и того же психофизиологического эффекта разным людям нужны очень разные дозы этилового спирта, причем разница в разы. Когда, наконец, российский министр обороны сказал, что использовался некие вещества на основе фентанила, это сильнейший синтетический наркотик. Понятно, что по-разному может подействовать. А террористов было еще, повторяю, не менее 40 человек. Нет никаких гарантий, что при таком вот неравномерном и очень медленном заполнении гигантского зала, гигантских тысяч кубометров воздуха, этим делом можно было их быстро и одномоментно всех усыпить, чтобы они сразу все уснули, и чтобы никто из них этого не заметил. В общем, все это очень странно. Могло ли это вообще работать? Но, опять же, наркоз тоже действует мгновенно. Вот, я уже как-то даже так прикинул, кому я могу позвонить, знакомым врачам, хирургам, уточнить этот вопрос. Но выяснилось, что не надо отвлекать хирургов киевских от работы во время войны, ибо все уже украдено до нас. Есть документ. Есть документ, подписанный 16-го, 10-го, 2003-го года, это уже через год, уже через год. Следователь, дознаватель по особо важным делам прокуратуры города Москвы, товарищ Кольчук В.И., рассмотрев материал уголовного дела номер 20.213, отказал, отказал в возбуждении уголовного дела. О чем идет речь? Речь идет о том, что на тот момент совершенно еще живой депутат Государственной Думы Борис Немцов, с группой других депутатов, подал требование, как депутат, о возбуждении уголовного дела по факту преступной халатности правоохранительных уголов, которая привела к гибели людей. Значит, все это дело рассмотрели, написали постановление об отказе, общее резюме о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников спецслужбовства, в связи с освобождением заложников, отказать, как действовавших, в состоянии крайней необходимости. Так вот, на странице 69-й этого огромного постановления написано следующее. Да, там же поднимался вопрос, а почему вы их перестреляли? В частности, и такой вопрос. А вообще, где это видно, где это слыхано, что, имея возможность захватить живыми спящих террористов, их почему-то взяли и перестреляли всегда одного. Так вот, на 69-й странице написано, 40 террористов, удерживавших в заложниках людей, были уничтожены, поскольку с их стороны была реальная угроза произвести взрыв взрывных устройств, которые они могли привести в действие мгновенно, и на это были настроены, что, в свою очередь, могло бы привести к полному уничтожению всех заложников. Точка. Да, вот здесь должна быть смысловая точка. Здание заминировано. Для того, чтобы провести в действие эти все устройства, надо одно мгновение, одна секунда нажать кнопку. Террористы именно на этой были нацелены, настроены, как он пишет. Ну, в этой ситуации некогда было заниматься размышлением о том, чтобы убирать живым, надо было просто немедленно ликвидировать. Однако, тот же дернул, и черт же дернул товарища Кольчука, и он вместо точки поставил запятую. А также они, они это, террористы, активно отстреливались при штурме из 13 автоматов и 8 пистолетов. Даже если эти террористы стреляли с двух рук, что-то теоретически возможно. Это получается, что уж по крайней мере 10-15 человек были совершенно в сознании, и не просто в сознании. Они же могли вести огонь, а значит, вообще-то полусонный человек из автомата Калашникова много не постреляет. Ну, держать надо как следует, задача от него есть. То есть ни о каком мгновенном выведении их из строя речи не было. Никакого подобного воздействия, конечно же, этот химикат не оказал. Они были совершенно живы, активны, так пишет следователь по особо важным делам прокуратуры и даже могли еще вести автоматный огонь. В общем, это явка с повинной. Но поскольку мы же не будем уподобляться НКВД, для которого признание обвиняемого есть главное доказательство, пойдем дальше. Кроме того, что написал на свою голову товарищ Кольчук, ну, естественно, ему из этого ничего не было, потому что не та страна, чтобы кто-то это внимательно читал, журналисты, прежде всего эта новая газета и убитая через несколько лет после этого Анна Политковского собрали много-много всего, в том числе и свидетельские показания тех заложников, которые были, которые остались живы. Ну, приведем хотя бы три из них. Акимова ЕГ. Ночью 26 октября за пределами зала, может быть, из зданий, все время стреляли. Я боялась, что если перестрелка начнется в зале, а мы в это время будем спать, нас могут убить. Поэтому практически всю ночь я боролась со сном. 26 октября рано утром я почувствовала запах газа, а потом увидела дымку и террориста на сцене, который одевал противогаз, а второй отдал женщине-террористке. Мы с Игорем, ну это ее гражданский муж, пытались принять меры для защиты от газа, я начал дышать платочек, он в лацком пиджака. Какое-то время мы так и просидели. Я очень испугалась и боялась отключиться все время, держась себя в напряжении. Когда я обернулась, то увидел, что многие уже спят. Я опустила голову вниз, чтобы если буду стрелять, не попала в голову и через несколько минут отключилась. То есть появление газа было вполне ей заметно. По меньшей мере несколько минут она была в сознании вместе с ее спутником. Она видела дым, она видела террористов, которые надевают противогазы, что было совершенно естественно для террористов. Так что если бы кто-то из них хотел нажать кнопочку, то у него было много времени для нажимания кнопочки. Алла, Павлова Алла. Утром я почувствовала, что пошел газ, но подумала, что нас травят бандиты. Но потом я видела, что чеченцы нервничают. Они еще сознали, все нормально, но они нервничают. Моя чеченка, так, ну там на предварительных рассказах она с ней разговаривала, моя чеченка уснула, я стала выползать из партера фойе, в это время раздался взрыв, я вернулась, притворилась мертвой. Через некоторое время меня за волосы поднял человек в камуфляже, этот в камуфляже сказал, чтобы я пробиралась в комнату, там собрались те, кто догадался выбраться из зала. Судя по всему, этот в камуфляже явно был не спецназовец, а вероятно один из террористов, потому что пока еще никто никого не освобождает. А там собрались те, кто догадался выбраться из зала, они меньше всех надышали с газом. Потом нас повезли в больницу, но там отказались нас принять, сказав, что ничего не знают. Тогда повезли обратно около ДК пересадили в автобус и повезли, как потом оказалось, в 13-ю больницу. Шофер не знал, куда ехать, все время спрашивал дорогу. Илья Лысак, музыкант, артист мюзикла, 24 года. Все террористки утром, все террористки тогда стояли вдоль портера в респираторах. Когда пошел газ, боевики забегали по сцене, открыли дверь репартера, начали суетиться. Журналист спрашивает, журналист, это Анна Политковская. А когда пошел газ, вы поняли, что это развязка? Нет, я понял, что пошел газ и все. Когда начали стрелять, так что не ошибся, товарищ, насчет 13 автоматов, когда начали стрелять, стал молиться. Одна террористка стояла очень близко от меня. Я думал, что если эта штуковина на ней взорвется, от моего лица ничего не останется. Ну, а дальше мне стало все равно. Наверное, действие газа. Ну, три человека. Три человека могли что-то перепутать. Да, поэтому есть еще один документ. Их бесконечно много в этом деле. 22, 91, 33. Том 1, листы дела, 95, 96. Аналитическая справка по результатам исследования протокола допросов заложников. По головному делу в настоящее время проведена систематизация обработки информации из протоколов допросов. Всего отработано 737 заложников. Представляете, какая база? 737 протоколов допросов отработал человек, составляющий эту справку. Цитата. В момент штурма, когда пошел газ, Бараев, это руководитель террористов, Бараев стал бегать по залу и кричать, чтобы открывали окна. Несколько террористов начали стрельбу со сцены, но в какую сторону заложники пояснить не могли. Возможно, по окнам. Понятно, проведать помещение. Террористки не предпринимали попыток взорвать себя, закрыв платками лица, ложились на пол среди заложников. В течение 10 минут все теряли сознание. Это документ из уголовного дела, это не выдумка, это не журналисты, это не конспирология. Это результат обработки 737 протоколов допросов, представленный опять же следствием. 10 минут террористы были в сознании, они бегали, отдавали друг другу указания, стреляли из огнестрельного оружия, никто из них не попытался привести в действие взрывные устройства и убить заложников. Заложников убило исключительно и только родное государство. Дальше еще интереснее, а зачем же государство вообще туда всю эту усыпляющую вещь-то нагоняло? Есть еще один, но это не уголовное дело, это не совсем документ, это репортаж, а два журналиста, одна фамилия известная, Андрей Солдатов, это известный журналист, который занят криминальной темой, Ирина Бараган, они 27-го на следующий день публиковали репортаж, а дело вот какое, они смогли договориться с кем-то и жителем дома напротив жилых домов, который им разрешил в квартире находиться, они просто в расстоянии нескольких сотен метров наблюдали все это дело и поминутно расписали, а что меня интересует, что я считаю важным в этом деле, это хронология, будет несколько утомительно, но я прошу вас обратить внимание именно на минуты и часы. 5.00 утра неожиданно гаснут прожекторы, освещающие главный вход в Дом культуры. 5.35 раздается выстрел из гранатомета и вслед за ним оглушительный звон бьющегося стекла. Послышались выстрелы со стороны пятиэтажки, стоявшие напротив главного входа в 200 метрах от него. Это 5.35 В 5.30 это уже другой такой в 5.30 студия радио Москвы, тогда еще работала эхо, извиняюсь, студия эхо Москвы, позвонили заложники, позвонили заложники, у них есть имена и фамилии, Энн Скопцова женщина и Адрианова, женщина, как можно понять, которые позвонили на радио эхо Москвы и сообщили, что в зал пущен газ. То есть он естественно заполнял. Еще раз повторяю, медленно люди оставали сознание, кто не спал, у кого был сотовый, мог даже позвонить, об этом сообщить. Это 5.30 по сообщению заложников и 5.35 по сообщению людей, которые вот эти два журналиста солдат в Абраган наблюдали это дело со стороны. 5.45 пулеметной очереди со стороны железобетонного завода, расположенного напротив служебного входа в Дом культуры. 6.05 на некоторое время устанавливается затишье, из окна видно, что идет перегруппировка спецназа. На площадку перед главным входом подъезжает джип синего цвета. 6.35 то есть ровно через час после того, как раздался выстрел, а заложники позвонили, что в здании стали запускать газ. Через час 60 минут. Через площадь к зданию бежит группа бойцов. Ну ты не хвой, человек 6-8 подлетает к главному входу и начинает ногами и прикладами крушить стекла. Бойцы врываются вовнутрь. Два взрыва внутри здания. Здание изнутри освещает мощная вспышка света, раздаются автоматной очередью. Это, наверное, светошумовая граната. Десяток спецназовца залег на траве справа от здания прямо под нашими окнами. А в это же время раздаются два взрыва внутри здания с белым отцветом, похожие на взрывы гранат. После этого группа рассредоточенные по стоянке бегут к главному с красным отцветом внутри здания и ответные автоматные очереди. 6.47 Изнутри начинают в трех местах бить стекла и разрезать плакат с огоньной надписью на рекламный плакат Норд-Ост, закрывающий стеклянные стены фойе второго этажа. 6.50 У главного входа появляются носилки, выводят какую-то женщину. Судя по звукам, стрельба продолжается с тыльной стороны ДК. Повсюду бьют стекла. Наверное, на случай, если террористы начнут взрывать себя, избежать осторожных ранений. То есть, на тот момент, чем и ценно этот репортаж, что журналисты даже не знали, что там происходит, и разбивание, не знали про газ, и разбивание стекол оценили вот так. То есть, от момента запуска газа до того, как первые спецназовцы пытались проникнуть здание, прошел час. моё оценочное суждение совершенно простое. Совершенно простое. Задачу спасения заложников не решал никто. Просто. Их списали сразу. Их списали сразу. А задача, для которой использовался высыпляющий газ, сохранение жизни спецназовцев. Именно эта задача была поставлена. То есть, фейсбошники решили спасти себя. Попросту говоря, эта задача была поставлена и она была полностью решена. Как пишут в титрах современных фильмов, ни одно животное не пострадало. Ни одного, ни того, что убитого, раненого не было среди спецназа. Расчет простой. Запускаем газ. Если террористы, учуяв это дело, взорвут, ну, значит, взорвут. Ну, значит, взорвут. Вот такая их судьба. В любом случае, террористы тоже при этом погибнут. И мы потом без потерь зайдем в здание. Один вариант. Второй вариант. Если эти странные террористы не взорвут, то за час тоже они точно уснут. Уж за час точно. Все необходимые концентрации будут созданы, и все будет замечательно. За час они уснут. И тогда мы героически штурмом возьмем это здание и перестреляем всем, чтобы не осталось ни одного живого свидетеля, которого надо было бы выводить на суд. Вот такая простая бесхитростная вещь, которая мне не пришла в голову 20 лет назад. Я прекрасно понимаю, почему. Все-таки надо было, чтобы прошли эти 20 лет, чтобы столь простые ясные действия и ясные действия Ровы Путина и его компании не вызывали внутреннего отторжения в их правдоподобности. Это, строго говоря, еще не все. Это, строго говоря, еще не все. Убив очень небольшую часть, очень небольшую часть заложников, государство заняло своим любимым делом. Грязная бомба. Грязная бомба. Граньем. Еще одни воспоминания, не вспоминания, свидетельские показания. Карпова ТИ. В этой Карповой ТИ там погиб сын, но она не была, взрослый сын. Она не была в здании, она была среди большой группы, ну, конечно, большой группы родственников, заложников, которых собрали, там рядом было некое здание ПТУ, и в этом ПТУ был такой, ну, штаб для взаимодействия с родственниками, где они несколько дней вот в этом тревожном ожидании провели. Ее воспоминания, цитата, примерно в 0,530 мы все ясно услышали несколько взрывов, обратите внимание, вся хронология совпадает до минут, взрывы прозвучали совсем с небольшими промежутками друг от друга, нас никого не выпускали на улицу, врачи, теперь уже наши хорошие знакомые, побежали на выход с медицинскими сумками, примерно через 40 минут, ну, здесь память ее подвела, там все-таки было больше, все-таки примерно час с лишним, примерно через 40 минут к нам в зал вбежали Валентина Матвиенко, Олег Бочаров, это депутат Московской Думы, и многие другие штабисты, ну, штаб вот этот, оперативный штаб, все они были крайне возбуждены и веселы, они встали у микрофона, зал замер, штурм прошел блестяще, террористы убиты все, жертв среди заложников нет, зал зааплодировал, закричал от радости, все благодарили власть, чиновников за спасенные жизни, благодарили Господа Бога, в этот же момент в зал буквально вбежала целая свита священнослужителей, тут же началась служба, зал упал на колени, плакали от счастья все. В это мгновение мы с удивлением увидели свою группу врачей, знакомых, которые пробирались на прежнее место, я кинулась к ним, Татьяна, ее так Татьяна зовут, там, похоже, весь зал мертвые, они все сидят в зале как трупы, нас выгнали, сказали, чтобы мы вернулись на свои места, потому что скорая помощь потребуется всем вам. Через минут сорок к микрофону подошел кто-то из штаба и сказал, что потери есть, но совсем небольшие, погибло два человека. Сказали, что всех пострадавших отвезли в стационаре, в какие именно, сообщат по спискам, чуть позже. Сказали, что сейчас здесь уже сидеть и ждать нечего, что мы должны как можно быстрее ехать домой, где уже многих из нас ждут освобожденные заложники. Цель у штаба была одна избавиться от разгневанных, убитых горем и уже тяжелым предчувствием людей как можно быстрее. Конец цитаты. Конец цитаты. Ну, это так, начало. Ну, Матвиенко, священники, молебны. А потом стали появляться официальные бумаги. 31 декабря, новогоднюю, представьте себе, там, накануне, 31 декабря все отдыхают, а ИО начальника управления по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры города Москвы товарищ Р. Б. Ибрагимов подписывает постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну, много было требований от политиков, депутатов разбудить уголовное дело, разобраться с этой ситуацией. Им аккуратненько писались отказы возбуждения. В данном случае, в данном случае, цитата, бригады скорой медицинской помощи в силу своей специфики были готовы к оказанию помощи независимо от поражающего фактора и были оснащены всем необходимым оборудованием и медпрепаратами, в том числе налоксоном, который является антагонистом к различным веществам наркотического действия. Их, оказывается, все одинаково лечат одним налоксоном и применялся по оказанию помощи пострадавшим. Отсутствие информации о конкретном веществе, воздействию которого подверглись пострадавшие, не имело значение для надлежащего оказания помощи пострадавшим. Пишет его начальник управления последним мандитизмом. При этом он сначала, большой текст, сначала он пишет, что вот просьба о возбуждении уголовного дела, которую подал Борис Немцов, составлено что-то не подписано, какие-то листы не подписаны, что-то не прошнуровано, не пронумеровано, эксперты не совсем эксперты, а вот потрясающее мнение о том, что информация о конкретном веществе, которым отравлен человек, не имеет значения для надлежащего оказания помощи, это товарищ мент определяет сам и подписывает это дело. Проходит еще некоторое время, возвращаемся к тому же самому Кольчуку, который пишет тоже очень подробно и объясняет всем, кто не понял, чего же умерло 125 человек. Смерть практически вся 125 заложников наступила от острой дыхательной и сердечной недостаточности, вызванной опасным для жизни и здоровья в сочетании неблагоприятных факторов, как то тяжелым длительным психоэмоциональным стрессом, пониженным содержанием кислорода воздуха в помещении, гипоксическая гипоксия, продолжительным вынужденным положением тела, люди же сидели в креслах почти трех суток, продолжительным вынужденным положением тела, обычно сопровождающимся развитием кислородного голодания, гипоксия циркулярного характера, гиповолемией, обезвоживанием в связи с длительным отсутствием приема воды и пищи и длительным лишением сна, истощающим компенсаторные механизмы, а также дыхательными расстройствами, вызванными воздействием неидентифицированного химического вещества. Если бы речь шла не про гибель 125 людей, в том числе 10 детей, это, конечно, просто гашет и похождение швейком. Просто весь этот текст надо переписать и всякий раз, когда появится у вас желание почтенной девушки отравить надоевшего мужа, вот будете писать объяснение. Длительный стресс от моих скандалов, ослабил его компенсаторные механизмы и кормила я какой-то холодной лапшой, от чего у нее произошла эта самая гиповолемия, ну и, возможно, еще воздействие порошка, которое я ему подсыпала в суп, тоже какое-то имело отношение к делу. Прошу прощения за эти шутки. И, наконец, и, наконец, итоги подвел Владимир Владимирович. Мне не удалось нигде, конечно, найти, сейчас сложно это найти, видеаудиозапись, но вы знаете, это тихий, вкрачивый голос. Тихий, вкрачивый голос. Владимир Владимирович, 20 сентября 2003 года на встрече с американскими журналистами давал им интервью, объяснил, люди погибли не в результате действия газа, потому что газ не был вредным, он был безвредным, и он не мог причинить какого-либо вреда людям. Люди стали жертвами ряда обстоятельств, обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в этом здании, и мы можем сказать, что во время операции не пострадал ни один заложник. Пошло 20 лет, и Лавров, министр Путина, сказал, а мы ни на кого не нападали, а мы ни на кого не нападали, сказал где-то неделю через две после 24 февраля, а мы ни на кого не нападали. Они еще что-нибудь интересно скажут, им это сошло с рук тогда, им это сошло с рук, когда они взрывали дома с людьми, на пороге восхождения Путина к Пула Стима, им сошел с рук Норд-Ост, где убили всего-то 125 человек. Прошло два года, наступил Беслан, в Беслане они уже убили 334 человека, в том числе 186 детей. Ну и вот так оно и до нашего дня дошло. И какой со всего этого дела практически вывод, практически вывод, на мой взгляд, совершенно ясный и понятный. Они сами не остановятся, если их всем миром не остановить. всем.